Альбертс Беллс. Иллюзию Заляс Бурас. Зелёные паруса Иллюзии. Перевод Виолы Ругайс. Читает Евгений Бразель-Брушковский. Надменный на сухом суку сидел ворон. В кистях рябины кормилась синица. Артур, возвращаясь с работы, набрал в орешники орехов поспелее и потяжелее. Во рту они легко раскалывались пополам. Оболочка ядра горчила. Светло-серые семена Тимофеевки и орехово-бурый тмин. Налипли на голые ноги. По коже, дублённые осенними росами, бегали муравьи. Артур их и не чувствовал. Так и земля не чувствует меня, думал он. Но я вижу муравьёв. Быть может, земля видит меня. И короток твой век, как муравьиный след, Как путь ореха с ветки на зуб. Рви, срывай орех косматый, Горький плод лещины сладкой. А земля раскрыла очи. Справа и слева в изголовье и в изножье Лежала по камню. Кольца в зеленоватой патине Бронзовели на пальцах женского скелета. Янтарные украшения Змеились вокруг шеи. Беличьей кисточкой я осторожно вынул пыль веков из глазниц. Почти два месяца я не видел свою Анни. Мне бы думать, когда увижу её, что мы скажем друг другу, как будем любить друг друга. А мне всё думается, Анни тоже неплохо выглядела бы в серой песчаной могиле спустя много веков. Да только для кого? На острове вокруг мелководного пресного пруда под холмом теснилось десятка два привенчатых срубов. У самой воды зеленели серебристые ивы, чуть дальше трепетали серые осины. На одетой щепой крыши стекал бледный янтарь вечернего солнца. В пруду почти по колене в воде мылась незнакомая женщина. Неиспорченная тяжёлым трудом фигура, такой не было ни у одной женщины на острове. Платье, плотно облегающие бёдра, сбилось над коленями. Женщина нагнулась, сильные, округлоточённые голые ноги открылись рискованно высоко. Колени Артура вдруг запутались в цепкой траве позднего лета. Руки и ноги жарко отяжелели, так и тянуло обернуться, взглянуть ещё раз. Серебристые ивы на том берегу стояли в недвижной воде. Таких ног не было ни у кого на острове. Таких ног не было и у Анни. Анни, как тюльпан, стройная, удлинённая, а незнакомая женщину воды, словно распушившийся цветок клевера. Да, великолепно звучало бы. Артур в комнате ждёт Анни. Она приехала вечерним паромом. Или «Анни пошла тебя встречать, как же вы разминулись!» Войдя в комнату, Артур увидел какого-то чужого мужчину, занятого разговором с руководителем археологической экспедиции Фрицисом. В потемневших от масла пальцах незнакомец держал папиросу. Он привстал и поздоровался, обдав запахом кожаного сиденья шофёр долговязый и, как водится, сутулый после долгих лет за рулём. Артур присел на липовый чурбан у печки. Люди странствуют, покуда живы, деревья только после смерти. Пока живы корни, ивы встречают ветер на берегу, осины у просёлка, липы во дворе. Ветер, осенний письмоносец, лепит янтарные листья, как жёлтые марки на изборождённые заботой лобы. Лишь на миг печатью лоб отмечен. Люди путешествуют, как письма со скрижалями судьбы, и вершат деревья труд зелёный. Деревья не обещают, не манят, не лгут. Деревья встречаются с деревьями, их корни в земном соку. Люди ожидают людей, пути, как пилы, режут корни. На липовом чурбане сидит странник, странник на страннике. Вошла довешняя незнакомка. Артур встал. Коллега из Эстонии. Она назвала себя, но Артур толком не расслышал. Пожимая протянутую для приветствия руку, ощутил, как в кровь вливается давняя и знакомая радость. Разнимая руки, они на мгновение соприкоснулись кончиками пальцев, жаром обдало ощущение близости. До захода солнца ещё оставалось не менее часа. Фрицис с коллегой присели к столу и стали разыскивать что-то в огромном ворохе материалов. Они работали, склонившись над коллекциями, не спрашивая у Артура ни совета, ни участия. Он решил прогуляться. Проходя мимо кухни, увидал хлопочущую у плиты жену Фрициса, Илгу. Илга сказала, что ужин через полчаса. Он рассеянно кивнул. Артур поднялся на холм. Восточный склон погружался в тень. Придевший перламутровый туман слоился в низинках у пруда. Солнце охряными мазками красило верхушки кустов на пригорках. Артур постоял, озарённый заходящим солнцем. Казалось, по лбу текло лёгкое, ласковое тепло. «Анни!» — произнёс он вслух. Внизу во дворах залаяли собаки. Артур поднял увесистый камень. Корочка бугрилась грубо, будто кожа на руках. Он не щадил их. Где было не добраться лопаткой, разгребал грунт руками, пока не проступил скелет женщины. Кольца в зеленоватой патине, бронзовере на пальцах. Украшения изменились вокруг шеи. В изголовье и в изножье лежало по камню. Он ощутил, как в кровь вливается давняя и знакомая радость. На мгновение соприкоснулись кончики пальцев. Жаром обдало ощущение близости. Камень хранил. Солнечное тепло дня. Деревья не похожи на людей, зато люди, словно деревья. Я спокойное и одинокое дерево, которое выманили на голое поле. Меня зажгло молнией. Мне надо учиться терпению дерева, жесткости и зимостойкости дерева, огнестойкости и смерти стойкости дерева. Крепким нервам и честности дерева, молчанию и вознесению дерева. Когда огонь змеится в ветвях, пламя бронзовеет вокруг ствола, желтые янтарные листья пылают смоляными факелами. Не уезжай, говорила Анни в ту ночь. Ты можешь найти работу в городе, ты же знаешь, мне надо работать. Я не смогу поехать с тобой, место далекое, не смогу даже навестить. Да, тут уж ничем нельзя было посодействовать, содействовать. Анни должна остаться, он должен ехать. Одиночество — манящий, властный звук этого слова сладок. Одиночество становится невыносимым, когда ты с ним с глазу на глаз, не среди пустыни, а на людях. Когда недостает лишь одного человека, одиночество сидит суток. Стулившись, словно шофер после долгих лет за рулем, увозит человека, даже не спросив, по этой дороге он хочет или по другой. Одиночество не считается с человеком, как совершителем своей судьбы. Настоящее, тяжелое одиночество, куда же оно заведет? Постепенно стемнело. Стоя на холме, он видел, как сгущается черная туча, она двигалась с востока. Я должен пробыть здесь еще две недели, едва успел подумать Артур, а тучи уже застило полнеба. Ледяной ветер вцепился в ольшаник, и над холмом поднялся вихрь желтых листьев. Странно, ведь деревья, казалось, еще были зеленые. Каждое лето дерево поднимает зеленые паруса. Человек своей иллюзией. На осеннем ветру обнажается каждая ветка, каждый узел, каждый трутовик в цветных разводах, каждая ссадина долгую зиму. Трескучий мороз деревья встречают ногими, такими, какие они есть на самом деле. Корни глубоко в теплой земле. На сухом суку угрюмый ворон, на рябине шустрая синица, но наступает время, и с приходом солнца поднимает человек свои иллюзии. Дерево, зеленые паруса. Когда Артур воротился домой, на столе дымился ужин. На дворе застучали капли дождя. Ветер нагнал на остров мрак. Все усиливаясь, он забивал дым в трубы, сотрясал ставни. Порой завывание ветра переходило в яростный рев. Ветер стонал, кашлял ветер, тяжело дышал, пыхтел, словно поднимая тяжкую ношу. Потом вдруг дико закричал, пробираясь меж яблонь в саду, как голодный попрошайка, замирая, всхлипывал, как старый паровоз, чтобы через мгновение обрушиться грохотом водопада, загребая листья в саду, ветер охапками швырял их в окно, застилая раму, будто сам прильнул к стеклу искаженным в оспинах лицом. Ветер менялся. Это значило, что дождь зарядил надолго. Сильва позвал фрицис эстонку, протягивая ей янтарное жерелье из захоронения. Сильве захотелось увидеть скелет женщины, и Артур откинул покрывавшую ящик холстину. Зарисованные, сфотографированные, пронумерованные и зарегистрированные лежали кости. Ветер вновь швырнул в окно охапку листьев, и присутствие Сильвы разжигало в Артуре все новые и новые мысли, заслонившие все, что было продумано там, на вершине холма. Черной полночью при смолистых факелах провожали девушку, молодую невесту. Пели, качали, сняли веночек, золотое солнышко сняли, женский чипец, серебряную луну надели. Тонкий белый лен рубашки, ладонь мужа скользнула под одежды в черной тьме, в белой избе на льняных простынях янтарные ожерелья снять забыли. Молодую взяли из дальних мест. В это трудное время надо свадьбы играть, детей рожать. Чужим племенам надо породниться, побрататься, подружиться. Едем, братцы, поневесты. Ты скачи, конек мой, рысью по эстонской поземлице, там у матушки эстонки дочери, что маков цвет. Черной ночью в белой избе на льняных простынях от горячей любви родились дети. Ни с серебряной ложечкой, ни в золотой рубашечке, в янтарном ожерелье, в янтарных оковах родились дети. Мрачно сказал старый вещун, скует алчба и тлен этих детей, нагих детей. Молодая жена умерла, вся родня плакала, белой ночью в черной простыне смерть закутала. В изголовье и в изножье справа и слева сыновья положили по камню. Придут лихие люди, кинь на запад, кинь на восток, кинь на север, кинь на юг. Поспешат на помощь братья, пели, качали души предков, зазывали, сестрицы белые, отломи калачика, пригуби пиво медвяного при факелах смолистых в черную полночь. Сильва бросила на Артура быстрый взгляд, он сидел молча, сердце колотилось, но дыхание оставалось ровным. Фрица сказал, что пора ложиться спать, и все засуетились. Шофер исчез раньше, наверное, ушел спать в машину. Сильва развязала стоявший в углу рюкзак, вынула спальный мешок. «Разрешите?» сказал Артур. «Я отнесу его». Когда вышли на крыльцо, Фрицис зажег один на всех карманный фонарик. Ветер хлистал по лицу косыми струями дождя, к ногам льнула мокрая трава. Кое-где на дворе уже скопилась вода, дождь медленно просачивался в почву. У сарая, в изъезженной колесами и вытоптанной копытами траве, под лучом фонарика посвечивала темно-красная глина. Дождь сёк крышу, барабанил по щепе. Это была однообразная и приятная дробь. Ветер подвывал по углам, но в сарае воздух стоял неподвижно. Лишь спустя какое-то время Артур почувствовал лбом его прохладное колыхание. Зарод сена во всю длину сарая поднимался под самую стряху. Фрицис первым забрался по ветхой шаткой лесенке наверх и светил оттуда фонариком, покуда не поднялись остальные. Фрицис и Илга постелили себе в дальнем углу сеновала. Спальный мешок Сильвы Артур расстелил почти посередине, чуть поближе к своему месту. Фонарик угас. Сильва разделась, забралась в мешок, лежала, вытянувшись. Так прошло минут двадцать. На крыше бесновался дождь, грохотала щепа, ветер завывал по углам, в черную полночь в самоляной тьме облачил в жаркую рубашку одиночество. Сильва раскинула голые руки над спальным мешком, громко вздохнула, сама, не слыша своего вздоха, повернулась набок. Лица коснулся цветок клевера, аромат сладкого, увядание. Каждый нерв ощущал пьяный запах млеющей травы. В янтарных муках рождались дети. У археолога глаза спокойные и ясные. Поспешат на помощь братьям. Давно не слышала она нежных слов и заверений. Стало грустно, хотелось плакать. Дождь бесновался на крыше, грохотала щепа, ветер завывал по углам прохладное дыхание, коснулось голых плеч. Сильва летела далеко-далеко в одиночестве на корабле мрака, далеко в бездну пространства, где не было близких, не было прошлого, не было будущего, и в один мрак без души, которая любила бы долго и искренне, нежно и бескорыстно, постоянно и терпеливо, безжалостно и жестоко, закует алчба и тлен этих детей, ногих детей, да боли и крови на губах. Не было письма золотой печатью, нежный цветок клевера коснулся рта, она откусила цветок, сухой, душистый, на день рождения, именины и женский, день цветов ей дарили достаточно, но цветы на каждый день она покупала сама, цветы на каждый день, самые дорогие, даренные цветы на каждый день, дождь бесновался на крыше, грохотала щепа, ветер завывал по углам, она чувствовала себя беспомощно, одинокой, коль придут лихие люди, кинь на запад, кинь на восток, кинь на юг, кинь на север, она кинула цветок клевера, а что мне делать, если он придет? И внезапно она почувствовала, как на плечо легла твердая и сильная мужская рука, она вздрогнула и замерла, но руку не оттолкнула, это была рука молодого археолога, веночек сняли, женский тюпец надели, ладонь мужа скользнула под одежды в черной тьме, она почувствовала губы на губах, но не ответила на поцелуй, потому что ни разу еще не изменяла себе, он поцеловал в третий раз, и она ответила, как он смеет, золотое солнышко сняли, что он делает, серебряную луну надели, силь восхватила его за руки и держала крепко, дождь бесновался на крыше, грохотала, щипа, ветер завывал по углам, археолог целовал ухо, щекотал кончиком языка и шепнул, ветер с нашей стороны, есть у тебя милая, да, но я не люблю ее сейчас, она плохая, нет, она хорошая, у тебя есть дети от твоей милой, нет, у меня нет детей от моей милой, подари мне янтарные бусы, я тебе подарю янтарные бусы, когда ты мне их подаришь, как только пожелаешь, скоро ли это будет, это будет скоро, но ты не шутишь, я не шучу, ты вернешься к своей милой, ты моя милая, ты не забудешь меня, я не забуду тебя, а бусы, я подарю их тебе зимой, чтобы согревали шею, ах, как мы грустно, зимой я хотела бы, чтобы ты мне по вечерам рассказывал о древних временах, все, что ты хочешь, тебе нравится фантазировать, фантазия мне мешает, ученому нельзя, а влюбленному можно, ты сегодня мой, ты можешь выдумывать, у тебя загорелые руки, да, до локтей, чуть выше загорелые, а дальше белые, тебе не видно, я знаю, напиши мне письмо, домой не надо, напиши на работу, буду очень-очень ждать, я твоя милая, в черной тьме, в белой избе, с серебряной ложкой, в золотой рубашечке, в янтарном ожерелье, артур проснулся утром, серый сумрак стался над сеном, ветер тяжело сопел, дождь лил не переставая, Сильва, уже одетая, сидела рядом и пристабно глядела на него, наверное, уже давно глядела так, она склонилась над Артуром, поцеловала его долгим, серьезным поцелуем, и ушла, «Не сон ли это был?» думал Артур, я сгорел, обуглился, по двадцать шесть лет горстка пепла, легкий ветерок беспокойства вынул пыль сна из глазниц, ночь не манила и не обманывала, ночь оставила его с глазу на глаз самим собой, хоть раз я увидел себя без иллюзий, наконец-то сгоревшим, еще горячим искр не потухли, позже поборошим, поглядим, что еще осталось позже. Паром перевез на ту сторону маленький автобус. С холма Артур видел, как автобус одиноко заколыхался по вымокшей дороге, паром вернулся, прихватив нескольких жителей острова, крошечные фигурки горбились спинами к дождю. Артур медленно спускался с холма, трава, усыпанная листьями, была скользкой, ветер. Ветер изрядно потрепал деревья. Пока они любили друг друга, ветер сделал свое злое дело. Безжалостным, колючим языком вылезал остров. Громоздились большие деревья, вывернутые с корнями, тешись своей исполинской силой. Ветер снес в воду, росшие вдоль берега серебристые ивы. После смерти они поплыли по воде, словно странные корабли с зелеными парусами. И короток твой век, как муравьиный след, как путь ореха светки на зуб, рви орех в лесу зеленом, рви семена Тимофеевки и томин. А земля раскрыла очи, разорем теперь зеленый лес, кусты выживут и рассеют орехи, косматые и горькие. Новый же отряд странников отправляется к печкам, в мастерские, напилы и верстаки. Сразиться с пучиной мечтали они, но корабли делаются из железа, а дерево остается деревом. Закует алчба и тлен этих детей, ногих детей и порон, по рябине скачет. Синица на суку сидит засохшим, болбу, золотая печать, люди не похожи на деревья. Огнестойкость и смерти стойкость, деревья словно люди, упорство и зимостойкость. Деревья странствуют только после смерти, остаются верность и честность. Люди странствуют, пока живы. Огонь змеется в ветвях, деревья обречены на молчание и вознесенье. Пламя бронзовеет, вокруг ствола только человеку дан голос. Ощущение близости отдало жаром. Ветер тяжко ложится в зеленые паруса, словно убийца. Сгорает золотая печать во лбу, желтые янтарные листья, сгорают смолистыми факелами. Иди, сестрица белая, отломи калачика, пригуби пиво медвяного в ночной могиле, в огненной могиле, в могиле вечности, в могиле ветра. Изборожденные заботой стволы, болезнями изломанные ветви, источенные тручком корни, горемыки, слабые братья, бессильные старцы, отчаянные удальцы, стройные сестры, печальные невесты. Погибли наши немощные, милые мы остаемся, держась корнями за землю, корни любви подрывает сам человек, пути пилами режут корни жизни, поднялись деревья на зеленых парусах, отлетели в зеленое небытие. В природе нужны цветы на каждый день, мать меня родила, земля нянчила, чтобы во мне утвердиться. Колючим языком ветер, безжалостно вынул пыль из дупел, из глазниц, кто выстоит на большом ветру, становится зорким, становится сильным, будет стоять на крепких корнях почти вечно, когда в следующий раз злобный ветер примчится терзать зеленые паруса, ни серебряной ложкою, ни золотой рубашечкой, ни янтарным ожерельем, острой ненавистью ощетинится навстречу каждый черешок. Погруженный в раздумья, Артур вошел во двор, как вдруг догадка ожгла его, словно удар кнута. Стройная женщина в плаще стояла на крыльце и разговаривала с фрицисом. Сомнений быть не могло, ни одной женщины на острове не было такого плаща. По тканью угадывалась длинненная, изящная фигура, стройный тюльпан. Она еще не видела, что Артур во дворе дождевые капли стекали по кустым, темным волосам. Ни у кого на острове не было таких волос. Ничего особенного не случилось, думал Артур. Ничего особенного, ничего особенного. Мы знаем, кто мы. Наконец-то мы это знаем. Мы знаем так же, какими нам надо быть. Но найдем ли дорогу? Найдем ли? Найдем ли, когда ветер задует в нашей стороне? Перевод Виолы Ругайс Опубликован в книге «О старой доброй земле и о море» Рига, издательство Лиэсма, 1976 год. Составитель Вия Канопе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова